Привет всем, друзья, меня зовут Наташа и вы на канале Замуж в Индию. Сегодняшнее видео начнем с нашей наболевшей темы, темы жилья и бизнеса. Бунгало лучше звучит, так что говори всем бунгало. Хорошо, буду привыкать. Теперь у нас бунгало. Раньше был отель Мадумалти, теперь бунгало. Как называется? Парабаус. Вот сегодня я вам покажу. Внутри, видите, здесь уже пошпаклевали. Извините, я не сильно разбираюсь в строительстве, если буду неправильно говорить. В общем, мы видим, что здесь что-то уже изменилось. Вот видите, здесь поставили стену, ее не было. Это отделяет будет комнату от кухни. То есть вот это вот помещение, это все кухня довольно-таки большая. А здесь будет наша комната. Вот, кстати, вот это вот владелец. Парам с ним разговаривает. Это владелец этого отеля. Так, ну что? Процесс идет, но очень медленно. В общем, Парам говорит, что все есть, все купили, плитку, все есть, но пока еще не доставили. Парам так об этом говорит, так радостно. Ну просто в Индидалле. Люди здесь не пунктуальны. Давайте посмотрим. Вы видите, какая здесь тоже большая площадь. Здесь мы сможем обустроить себе досу. Кстати, здесь тоже планируют вроде плитку положить. Здесь можно будет типа детской площадки что-то организовать. Вот, ну и такой вот вид открывается нам. В принципе, можно из этого сделать конфетку. Сейчас еще постараюсь показать вам номера. Там все более или менее уже на мази. Здесь, видите, много работы. Так, окна какие большие. Вот это вот маленькое окно, это будет душевая. Душевая с туалетом. Это для меня очень важный момент. Видите, здесь есть сетка москитная. Потому что я люблю, когда свежий воздух ко мне поступает. В кроме комаров еще и обезьяны. Вот, все есть. На каждом окне есть москитная сетка. Это очень радует меня. Только, правда, решетки нет. У нас будет стоять камера наблюдения. Даже две камеры. Причем камеры наблюдения должен Парам будет поставить за свои деньги. И здесь на ступеньках тоже немножечко прибрали. Траву покосили. Конечно, работы здесь много. То, как они сделают, я думаю, что меня не устроит. По-любому нужно будет вкладывать свои силы, свою фантазию. Вот здесь я хочу, чтобы цветы росли. Пойдем на рынок. Там постараемся купить цветы, которые не едят обезьяны. Здесь, кстати, коз нет. Это уже огромное преимущество. Козы здесь не будут топтаться. Так, и сейчас покажу вам номера. Четыре номера. Ну, тоже еще тут не доделан. Но, в принципе, уже почти все готово. Света нет. Ну, вот уже потолок есть. Все новенькое, все чистенькое. Никакой плесени не будет. Все покрашено. То есть, то, что здесь осталось, это, в принципе, можно сделать за 2-3 дня работы. Господи, я себя показываю. Сейчас буду показывать. Ну, они одинаковые номера. Все такого размера. Ага, вот показывает парам, что все есть. Вот, видите. Розетки, выключатели, вентиляторы. Вот этот вот владелец здесь постоянно сидит. Я не знаю, чьих храняет он или что. Не придут сегодня работники. То есть, работники тоже как-то, знаете, приходят. Ну, видно, что процесс уже идет, что мы периодически приходим. Но, видите, как раз сегодня, допустим, не будет. А, сейчас хорошо. Сейчас еще покажу вид. Ну, вид, который будет открываться туристам, который будет открываться нашим гостям. Если немножечко уже настроение поднимается. Здесь можно будет столики поставить, стулья поставить, чтобы они сидели. Ну, вид, что парам стоит. Do you like this view? Да, парам? Наташа, sunrise. Yeah, sunrise. А, парам говорит, что здесь можно увидеть рассвет. Ну, вот хорошо. Если бы вот этого вот всего, вот этого вот всего не было видно, если бы все эти дома убрать, то вид был бы и красивым. Как бы, в основном, первое, что бросается в глаза, это вот эти вот обшарпанные страшные крыши. Видите, здесь панорамные окна. Красивые шторки здесь надо будет повесить. Ну, по штору, вот это вот все постельное, это все тоже должны покупать мы за свои деньги. Да, если бы это все наше было... Если бы это свое было, то другое было бы отношение. Сейчас все-таки какой-то азарт, вот искорки, как бы у меня искрятся в глазах, господи. Но, конечно же, если бы это было свое, то уже бы, знаете, хотелось бы вложить много денег, покупать все самое лучшее. Ну, а сейчас у меня такого, конечно же, нет. У нас контракт на один год. Вот, и что касается нашего места жительства, там абсолютно все, всю мебель должны будем купить мы сами за свои деньги. Мы будем покупать уже бэушную мебель. Парам уже ищет. Ну, там многие из вас пишут, что, ой, а где же Артуру комната? Тут сейчас вопрос стоит в том, чтобы вообще где бы нам спать бы. Ну, две кровати там, наверное, вряд ли поместятся. Ну, разве что на кухне. Ладно. А сейчас, мои дорогие зрители, надо будет пойти на рынок и присмотреть что-то для нашего нового места жительства. Хочу цветы. Очень хочу цветы. О, Боже, сегодня воскресный рынок. Пришли, смотрите, никого нет. Обычно сюда приходят местные, продают овощи, фрукты. Никого нет. Неужели они не хотят заработать денег? Парам, what happened? Where is it? Это Петра Маша. Оказывается, сегодня последний день поминальной. Не неделя, здесь 15 дней, я просто так говорю, чтобы вам было понятно. Ну, сегодня нельзя работать, нужно сидеть дома, совершать путчей, поэтому эти люди не пришли сегодня. То, что мы купим? Ну, идем. Сейчас, ну, там внутри рынка есть торговцы. А, представляете, у нас как бы этот день совпал с воскресеньем, а вообще, если бы это было в другой будний день, то выходной, государственный выходной. Парам говорит, что хозяин отеля тоже сегодня готовят упоминальный обед или ужин. Что, вот, you want to choose somebody with this food? Да, all friends come in. А, и придут его друзья и будут есть, и, ну, поминать, поминать его родственникам. Где Артур? А, господи. Артур плетется так тихонечко, не в его это стиле. Так что Парам говорит, что сейчас уже босс на кухне, оккупировал всю кухню и готовит там кучу блюд. А мне скромно прийти и приготовить нам с Артуром обед. Сегодня не предоставятся возможности. Я прихожу вас по воскресеньям с Парамом для того, чтобы выбрать что-то интересненькое. То есть, естественно, у нас продукты есть сейчас на кухне. А то вы все удивляетесь, что мы... Ну, вот я сейчас, смотрите, увидела такие вот помидорки. Мне кажется, это помидорки черри. Я их хочу засолить экспресс-методом. Я хочу попробовать просто. Я вам уже рассказывала, что я засаливаю огурцы. А вот хочу попробовать, кстати, и с помидорами провести такой эксперимент. В интернете найду рецепт и приготовлю. Ну, и как раз лучше всего подойдут вот такие вот маленькие помидорчики. Это очень специально. Вот, очень специально. А, видите, вот эти вот продавцы. Ну, естественно, продавцы любой товар нахваливают. Но эти прям говорят, что это очень-очень необычные помидоры, которые я просто обязана купить. Вот, еще увидела, да, вот этот укроп. Вот, видите, Парам без меня не покупает никакой зелени. Мне надо самой присутствовать, выбирать. Вот как раз для засолки помидоров пригодится укроп. Зонтики здесь не продаются, но, слава богу, что хоть такое нашла. Ну, вообще сейчас грибы и хотела купить. Ничего. Сегодня не удалось такого интересного найти цветы и хотела. Все так смотрят, смотрят на меня. До сих пор еще немножечко я эпатирую публику местных жителей Матерана. Вот, и сегодня рыбный день. Парам уже с утра, самого утра. Купил нам рыбку свеженькую, пока она еще здесь на солнце. Кстати, сегодня солнце, да, не протухло. Вот, и у меня возникла идея, я говорю, спроси у них, у них по-любому есть какие-то отходы. Давай, говорю, у них купим даже там, ну, по-любому они много денег не возьмут для котов. Говорит, да, да, позвонил, узнал. То есть, что раньше у меня такая мысль не приходила. Коты будут довольны. А то они, скорее всего, может, и выбрасывают. А так чуть-чуть подзаработают, и котики будут рады. В общем, ребята бесплатно дали. Вы представляете себе, как классно, так приятно. Ну, мы как постоянные... Я у них постоянные покупатели. Ну, действительно, мы покупаем не только то, что вы видите, покупаемые для клиентов часто, когда заказывают. О, сегодня все подфартилось. Еще лук зеленый нашли. Тоже здесь не особо зеленый лук. Почитают? Ну, а где есть еще один? Пойдем. Сейчас к нам зашла Санскрути со своими подружками, одноклассницами. Говорит, Анти, я хочу что-то показать, что-то интересное. Говорит, бери камеру и идем. Окей? Окей. Что ты хочешь, шоу? Эксперимент. А, какой-то эксперимент они подготавливают для школы. Последь. Вот видите, это Санскрути отель. Внизу и их жилье. И сейчас мы идем, я так поняла, на террес, наверх, на чердак. Хай. Так, это папа. Так, я ни разу у них на чердаке не была. Я смотрю, тут много народу. Много детей собралось у нее. Так, а это номера. Это номера для клиентов. Говорю, свет включите, но что-то не особое здесь, свет. Ладно, сейчас постараемся как-то найти такой ракурс, чтобы видно было. Так, а это номера для клиентов. Так, а это номера для клиентов. И это номера для клиентов. И это номера для клиентов. И это номера для клиентов. Добавляем, что мы должны добавить солдат в один глас и мы должны добавить это. Они не думали, что мы должны добавить одну спуну и добавить это. А также они могут добавить это. Но они не добавили это. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все ее знают Так, вот, друзья, что у меня получилось Огурчики и помидоры Засолила с укропом, с чесноком, с солью Ну, давай, пробуй Я еще сама не пробовала, Парам первый снимает пробу Сутки они у меня постояли в холодильнике Хрустящие, я уже сейчас слышу, как Парам похрустывает Ну, давай теперь огурчик Ему понравился и огурец, и помидор Очень понравился Ну, я вам говорила, что огурцы это уже не впервой Я их регулярно засаливаю А вот помидоры первый раз И еще, друзья, хочу спросить у вас рецепт соленой рыбы Кто из вас в Индии солил рыбу? Мне уж очень хочется, знаете, селедки или скумбрии Здесь есть скумбрия переросток, кингфиш И вот я думаю, что ее можно засолить Кто это когда-нибудь делал, напишите, пожалуйста, мне рецепт Так, все, пошли есть Ой, знаете, ну все, все, тихо Насиб завелся Знаете, что я смеюсь? Насиб, это брат Насима, увидел, что я собираюсь снимать видео и удрал То есть я собиралась возле дивана, и он отсел вот сюда Я говорю, чего ты? Говорю, он Насим вообще обожал сниматься А ты говоришь, что не хочешь быть знаменитым Он говорит, я переживаю Может быть, ты хочешь что-то сказать обо мне Что я не работаю, что я вот сижу в телепой Ну, ну Серьезный такой Ладно, давай поменяем локацию В общем, друзья, мы собираемся сейчас в гости к Никелю Как вы помните, у него родилась дочь Вот, пойдем в гости смотреть малышку У Бавина мы уже были в гостях Я там немножечко поснимала Но малышей мы снимать не будем Здесь так же, как и везде, не разрешают снимать маленьких детей Я когда заходила в комнату, мне дали санитазию, чтобы я обработала руки свои После этого разрешили подержать на руках Такой маленький, боже мой, это просто котенок какой-то Кстати, в Индии пеленают А тут, ну, сейчас мы еще посмотрим, как у Никеля Бавина племянника запеленала мамочкам И он лежал рядом со своей мамой на кроватке Во своей, ну, типа, как люльке Смотрите, друзья, наш матеран продолжают преображать Здесь что-то будет Посмотрите, какой лев Сейчас они делают, как постамент Перед вывеской I love матеран Ну, видите, вывеска уже вся какая-то Ее бы лучше подреставрировали, честно говоря Помыли бы и буквы вставили Тех, которых уже нет В общем, ребята, опять владельцы лошадей стали бастовать против электрорикш И вот этот вот мужчина пытается найти поддержку среди местных жителей Ну вот, друзья, зашел за нами Никель И он тоже хочет проведать свою жену Свою жену и дочь Почему я так говорю? По индийским традициям Айшвария, жена Никеля, живет сейчас вместе со своими родителями Но им повезло, родители ее живут совсем рядом В общем, нам придется пройтись минут 20 Вот, а Никель сейчас продолжает жить там, где они жили до рождения дочки Ну, так я не знаю, сколько Может быть, полгода, пока ребенок подрастет Родители Айшвари будут ей помогать А не родители Никеля Вот, вот это учитель Артура Который обучал Артура хорсрайдингу Так вот, друзья, разные бывают ситуации Вот Баби Бавина осталась здесь Потому что ее родители, ее мама Ну, там, какие-то проблемы со здоровьем И вот, кстати, когда я уехала рожать к себе на родину Пора мы этому, ну, можно сказать, даже обрадовался Знаете, я думала, он мне будет уговаривать Наташу Ну, как же так? Ну, там у нас были причины Очень много было причин Но я думала, что он всячески попытается их решить Но он абсолютно спокойно к этому отнесся И действительно посчитал, что это нормально Потому что в Индии так заведено Так, ребята, интересующий многих вопрос Сколько же, во сколько же обошлись роды У Никеля жена рожала в частной клинике И ее кесарили Кесарева стоит дороже, чем естественные роды Ну, how much? Ну, и, в общем, сама операция стоила 70 тысяч рупий И плюс, плюс, плюс Ну, и сколько пласт Это что же, может, там набежит Сколько? Ну, нер, ван лак Ну, где-то около 100 тысяч в целом они потратили на роды А Баби, Баби, наверное, меньше потратила Потому что у нее были естественные роды Ай, какой-то мужчина ждал, когда я ему отвечу Кто-то мне из вас в комментариях написал, что, мол, Наташа, давай рожай сама И потом все подробно нам расскажешь Сколько роды обошлись, все традиции, все-все-все нюансы Но, ребята, пока нет Пока только могу рассказывать, как это происходит у моих знакомых Или расскажи про меня Про тебя рассказать? Ну, я тебя рожала в Харькове Ну, там, в принципе, ничего такого прям суперинтересного Людям интересно узнать именно, как это происходит в Индии, в этой стране И еще у меня был интересный вопрос от девочки Я так поняла, либо она живет в Китае, либо работала в Китае В общем, она написала очень интересные традиции, которые соблюдаются в этой стране И поинтересовалась, что, ну, какие-то особенности интересные есть ли в Индии Я сейчас спрашиваю, какая диета у жены Никеля Никеля, он говорит, что, ну, из-за того, что ее кисарили, сейчас ей сказали Есть более жидкую пищу Супы Дал, ну, это такое, как бы, знаете, это, я думаю, что любой врач прописывает Ну, а вот именно, вот, что касается Индии То они ладу, какое ладу? Метти-ка ладу Метти-метти Такая типа сладость, которая горькая на вкус Ну, как-нибудь вам покажу и расскажу Может быть, найду в интернете и вставлю картинку Вот, и плюс еще молоко Плюс еще молоко в больших количествах Ну, это, скорее всего, типа для того, чтобы молоко вырабатывалось Ну, это миф, на самом деле, это ерунда Там, чай с молоком, я тоже пила, чаи с молоком У меня, слава богу, молоко было и так Просто я не думала, что его мало Потому что я постоянно просил, просил, что А почему, ну, если попить молоко, тогда ничего не получится Ну, это просто надо хорошо кушать, сбалансированное питание Это сколько воды надо выпить? Ну, не надо, да, жидкость вообще, в принципе, конечно, нужно Больше жидкости пить Ой, ладно, сейчас выключаю Тут дорога, дорога, видите, перешли на Перешли на рельсы, чтобы быстрее дойти Сейчас Парам вспомнил еще интересный момент Говорит, расскажи зрителям, что, Парам, ты? Вот, представляете, потому что Никель мой, как бы, брат А почему он мне брат? Потому что он был свидетелем нашей росписи с моей стороны И вот теперь вот по традициям, по-индийским, наши дети могут заключить союз Молодая невеста, молодая, Артуру почти семя Семь лет разница не проблема? No problem You don't think about caste, this, this Парам говорит, что Никель не задумывается, до него не проблема Там какие разные там у нас касты, разные религии Ну и возраст тоже В общем, Никель в этом плане такой современный парень Потому что он сам женился по любви И, кстати, его мама, мама Никеля, тоже выходила замуж по любви И у них вообще разные касты Вот папа Никеля очень, ну как, высокая каста Ну, очень, не очень, но, в принципе, высокая А мама из парикмахеров Ну, это как бы считается, ремесленник, ну, не самая высокая Май, а кем работает Никель? Никель работает, как и папа наш, бизнесмен Никель бизнесмен, да, Артура Асквачкист, Никель Чоп Да, Парам? В этой деревне мы были пару раз, но редко, я почти не снимала Так что можем пока с включенной камерой прогуляться Показать вам Здесь люди не привыкли ко мне с камерой Шокированы Вот, вот, видите, какой дом у них Это дом жены Никеля, поняли? Здесь родительский дом Ну, nice house Нам разрешили немножечко внутри поснимать Но ребеночка я, конечно, снимать не буду И вот, смотрите, какой красивый алтарь Как украшено This is special for this always The now, да? А, наваратри Это в честь наваратри, видите, украшено Так И вот, ребята, смотрите, какой питомец у них А ну, покажи, Артур, питомца Как? Вот так, что ли? Угу Никель удивился, говорит, о боже, как он, Артур, берет это в руки Говорит, я не могу, но он ганда, это как, ну, мерзкое, грязкое, да, что-то неприятное ему Ну, многие, знаете, есть какие-то люди, которые обожают рептилии, а есть, которые, наоборот, их терпеть не могут Ну, все, друзья, мы дома, погостили примерно минут сорок И Никель вместе с нами ушел То есть он каждый день заходит к своей семье, к жене и дочери часа на два, так он сказал Доченька у него такая же крикливая оказалась, как Артур, явно Артура невеста Айшвария сказала, что в Индии считают, если ребенок родился днем, то по ночам он плохо спит Ну, в общем, она сейчас жалуется, говорит, ребенок плохо спит, мне тяжело, не высыпаюсь Но, в принципе, она ничего абсолютно не делает Всеми домашними делами занимается мама и сестра Айшвария только проводит время с ребенком Еще раз сказала, что каждый день приходит женщина, специалист, которая купает их ребенка и делает массаж Но, соответственно, они платят ей за это деньги Что еще интересно? А, еще про ногти Говорит, не могу, говорит, решиться подстричь малышке ногти Говорит, уже выросли, а она боится Настолько маленький, я просто еще рассказываю, что я тоже вспоминаю У меня точно такое же было с Артуром Мне первый раз, когда я ему подстригала ногти, я думала, что Артур останется без пальцев Настолько это страшно Ну, сейчас кажется, что там пустяки Первый раз было, конечно, очень Все, ладно, ребята, они так шумят, дети До свидания Подписывайтесь на наш канал Впереди вас ждет еще много всего интересного Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok